Эндофильтр от компании Freewell Очень интересная модель, очень практичная и очень удобная для работы с нашей техникой Самое главное отличие от всех существующих эндофильтров Это принцип крепления самого фильтра к объективам Крепится он через магнитную рамку То есть в комплекте идет магнитная рамка, мы ее наворачиваем на объектив А фильтр уже крепим и он держится за счет магнита Очень удобно, оперативно и крайне практично Именно эта система крепежа меня сразу же заинтересовала Дело в том, что эндофильтром я уже давно отказался пользоваться Потому что, во-первых, качественные фильтры стоят далеко за 100 долларов А все, что дешевле 100 долларов, это откровенное говно, если говорить простым языком И плюс, ну это еще полбеды, в принципе, можно было разориться, купить хороший эндешник Но вот именно постоянно смена, снять эти фильтры очень неудобно, непрактично Особенно там, например, вот ту же свадьбу, да, к примеру Свадьбу снимаешь сперва на улице с молодоженой, потом в ресторан И все вот это вот суета, беготня, тебе еще надо снять фильтр, положить В общем, не использовал я их И это давало определенный минус, связан с видеосъемкой Потому что приходилось, соответственно, затвор устанавливать и одна тысячная И даже одна пятитысячная и так далее При этом вот сам такой кинематографический такой смаз, красивый, соответственно, пропадал Меня заинтересовала эта система крепления Посмотрел обзоры, в сети их много Особенно англоязычных Но, тем не менее, даже есть два на русском языке Таких общие обзоры Поэтому ребятам, которые это сделали, большое спасибо В общем, купил Купил я этот фильтр для двух своих объективов Это оба Tamron 17-28 И классический 28-75 Оба они, к счастью, имеют одинаковый диаметр фильтра 67 миллиметров И, соответственно, такой фильтр и был заказан То есть 67 миллиметров Единственное, что сразу оговорюсь Чуть-чуть промахнулся с плотностью ND64, конечно, круто И однозначно этот фильтр будет иметь применение Но все-таки для видео более практичным был бы, наверное, ND32 максимум Даже, может быть, ND16 Ну, наверное, я закажу, дозакажу еще себе ND32 Итак В сети много обзоров В принципе, углубляться не буду Скажу только одно, что Комплектация производителя очень, видимо Очень любит своих потребителей Во-первых, очень шикарная упаковка Качественная Но самое главное, это комплектация Которая просто не может не радовать В комплектации идет сам фильтр В данном случае ND64 Две магнитных рамки Об этом чуть позже Одна из них с UV-фильтром защитным А другая без него Также идет крышка Которая без проблем Крепится Своя фирменная крышечка Надо сказать, что все Сам дизайн и фильтров И вот и крышечки Очень красивый Очень, ну, блин, продуманный И реально Данное изделие выглядит очень Качественное И очень так солидно Ну и сразу же Также в комплекте идет Чуть не забыл В комплекте идет Такой мощный С толстым стеклом На магнитиках Кейс Для Транспортировки Хранения фильтра ND-фильтра Кейс очень хороший Это вот что По комплектации Ну и сразу же По Практическому Применению Во-первых Сделав такой шикарный Вот подарок Нам, потребителям В виде Двух магнитных колец Производитель как бы Дал нам возможность Выбора То есть Если тот человек Который не желает Использовать защитный Фильтр По каким-то причинам Вот я, например Их тоже не использую То он может Крепить ND-фильтр На обычную рамку Без стекла Но Благодаря вот Тому Что в комплекте Идут два Эта фильтра Мы можем Использовать Свой ND-фильтр Сразу на двух Объективах Разумеется Есть у них Одинаковый диаметр Фильтр То есть В данном случае На Свой Широкоугольный 17-28 Тамрончик Я Накручиваю Магнитную рамку Без стекла Что в принципе Не очень страшно А На Стандартный Зум-объектив 28-75 Вторую Магнитную рамку Ну уже С UV-фильтром С защитным стеклом Как вы видите Что это Действительно Очень удобно То есть Например Если мы сперва Используем Где-то что-то На природе Снимаем портреты Мы Магнитным фильтром Устанавливаем ND-фильтр И Используем Данную технику Как только Нам понадобилось Снять что-то На широком угле Мы просто Снимаем Магнитный фильтр ND-фильтр И ставим На широкоугольный Объектив То есть Не тратьте Время Не на Открутку Завернуть Отвернуть То есть Очень практично Очень удобно Ну просто Я считаю Что это Очень так Довольно таки Такая шикарная Возможность Для И практичность Для нашей работы Сразу же Заинтересовала Возможность Установки Родной Бленды Ну Как мы видим Никаких проблем Не составляет Снять фильтр Одеть фильтр И так далее Хотя конечно К этому Надо немножечко Вот привыкнуть Также Сразу же Был интерес Насчет применения Родной Крышки Объектив Тоже оказалось Что никакой проблем В этом нет Крышка крепится То есть Родную фирменную В принципе Я не вижу смысла Ее применять И оставил В упаковке Кроме практичности Применения И использования Фильтр Естественно Заинтересовала Немаловажный Такой фактор Как качество Оптических свойств Данного фильтра К счастью Производитель Не обманул Рекламирую Эти фильтры Оптические свойства На очень высоком уровне Я уже оттестил Небольшой кусочек ролика Я уже на своем канале На ютубе выложил В принципе Вы можете посмотреть Детализация Резкость На очень высоком уровне Потерь ее Если она есть Ну по-видиму Она все равно же есть Но на глаз ее Незаметно В процессе монтажа И так далее Ее тоже незаметно Единственный Такой небольшой минус Это Есть небольшая Такая вот Коррекция баланса Белого Он Когда мы Используем фильтр Баланс уходит Такой В холодный тон Опять же Это в том случае Если мы используем Автоматически Установку баланса Белого Если мы применяем Какие-то ручные Установки Данной проблемы Соответственно Уже нету Ну в общем Вот так вот Коротенько Об этом Очень интересном Фильтре Считаю Что в принципе Каждый видеограф Должен такой фильтр иметь Вот Фильтр конечно Не совсем дешевый Я Отдал 6500 рублей Это Где-то приблизительно Ну около 100 долларов Даже чуть Наверное поменьше Получается В районе Наверное 90 там С чем-то Ну не важно Вот То есть фильтр Не очень дешевый Но тем не менее Благодаря Вот своим таким Очень Удобным Свойствам В плане И оптического Стекла И в плане Работы Смены фильтра Я например С удовольствием Рекомендовал бы Его всем В общем Это все Что я хотел Вам рассказать Надеюсь Кому-то это пригодится Всем пока Пока Продолжение следует...